Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! Шалом! Шалом! И мы продолжаем изучать Тору на платформе Ваикра. Конкретно мы изучаем притчи царя Савомона, книгу Мишлей. И для тех, кто нас смотрит в прямом эфире, шалом, доброе утро! Бонжур, хеллоу! Те, кто смотрит на записи, тоже шалом! Значит, мы находимся по 17 главе книги Мишлей. Платформа Ваикра – это место, где преподаватели Торы в прямом эфире встречаются с теми, кто хотят Тору изучать. И есть портал Ваикра, на котором потом выходят все эти материалы в виде статей. И есть те преподаватели, которые пишут только статьи, они не проводят пока живые уроки, а размещают видео. Но вы можете на портале найти очень много хорошей, полезной литературы. Все, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро! Все у нас собираются участники со всего мира, смотрят нас просто везде. Знаете, везде очень приятно, что в каждом месте мира есть... Как Бог сказал, я разбросаю еврейский народ по всему миру. А есть люди, которые... Зачем, кстати, интересно? Одна из идей, причин, почему Бог направил еврейский народ в такое длительное знание, 2000 лет, это, чтобы собрать, это называется, собрать искры святости. Потому что есть в каждом народе святые люди, которые хотят, хотят они приблизиться к Богу, соединиться с Богом. И, значит, есть у меня такая книга, интересно, сейчас вам покажу. Значит, вот она, Эцхаим. Эта книга, комментарии на Пертьевод, на поучение отцов, который написал Рававадия Исеф. И начинается, начинается книга... Вообще, когда изучают Пертьевод по учению отцов, там начинаются смешные, которые звучат так. Коль Исраэль, каждый еврей, есть у них доля в грядущем мире. Коль Исраэль, ешлем хелек, льолам оба. И, значит, каждый... Коль Исраэль, каждый Исраэль, есть у них доля в грядущем мире. То есть, есть вот этот вот переход, уже выделенный в лам оба, в грядущий мир. И говорит Рававадия Исеф. Бемилат коль, словом коль, ну вот, весь, да, можно было бы сказать Исраэль, но тут написано весь, весь Исраэль. Значит, это слово весь пришло к нам добавить хасидов, то есть праведных людей, праведников умота улам, праведников всех народов мира, что есть у них тоже доля в грядущем мире. И так как мир узнал о Боди через проявление божественное на горе Синае, такое явное было, то и еврейский народ дальше распространялся по миру. А сейчас не надо уже, да, поэтому возникло государство Израиль. Сейчас есть интернет, сейчас есть портал Ваикра, и сейчас из Иерусалима можно передавать на весь мир. Все, мы находимся в 18 главе. Я вот увидел, что Якова Шатадина сегодня день рождения. Яков, поздравляем тебя с днем рождения, чтобы у тебя было браха, бацлаха, благословение и успех во всех хороших делах, в духовном развитии, в материальном развитии, в финансовом развитии, во всем, чтобы было браха, везде благословение. И иногда бывает, что если человека много, он не радуется. А бывает, что есть именно столько, сколько нужно, что Бог тебе давал всегда столько, сколько тебе нужно для счастья и для радости. Все. Теперь, значит, мы двигаемся дальше, и сегодня мы находимся в 18 главах. Я считаю, что это, опять же, в притчах царя Соломона, каждая глава, каждое предложение, это как программы для компьютера, то есть это как законы, которые действуют в мире. Если ты понимаешь и знаешь эти законы, тогда тебе становится вот, ну, прям реально все понятно, и ты можешь управлять своей реальностью. И вот мы дошли сегодня до момента, когда говорит нам царь Соломон. 20-й отрывок 18 главы. Значит, от плодов рта человека насытится его живот. Ну, понятное дело, что это не имеется в виду, что человек своим ртом создает какие-то плоды. То есть здесь прямо из текста понятно, что плоды, которые создает человек своим ртом, насытится ими живот, здесь имеется в виду какая-то метафора. Какая-то здесь есть метафора, которая метафора, сравнение, машаль, которые вот мы сейчас и поймем. Значит, первым делом Малбин, такой свелите комментатор, он обращает наше внимание на то, что в первой части отрывка сказано «от плодов рта человека насытится его живот», а во втором сказано «урожай уст его будет насыщаться». То есть здесь есть рот, здесь есть уста, здесь есть плоды и здесь есть урожай. Давайте разберемся, почему используются разные такие слова. Значит, рот человека, когда говорится про рот, это имеется в виду внутри, внутренний диалог. Значит, вот человек просыпается утром, и первым делом у него возникают какие-то мысли. То есть он лежит еще в кровати, и он мыслит, да, он вот мыслит. И что? Так, что делать? Куда я опаздываю? Я куда-то опаздываю? Нет, я никуда не опаздываю. Мне надо вставать или еще полежать. И он начинает с собой разговаривать, у него начинается внутренний диалог. Теперь от плодов его внутреннего диалога, что является плодом внутреннего диалога? Плодом внутреннего диалога является решение. И этим решением насытится его живот. То есть если он решит сейчас встать и сделать зарядку, это один вариант. Если он решит еще поспать, это второй вариант. Если он решит встать и сказать, «Модай не благодарен я тебе, Бог живой и сущий». То есть если он решит наполнить свою голову Торой, это третий вариант. Если он решит сразу взять телефон и наполнить свою голову сообщениями или новостями, это четвертый вариант. То есть у него есть множество-множество вариантов выбора, которые... Все это происходит у него во внутреннем диалоге. И дальше он будет насыщаться плодами своих решений. Отлично. Это первая часть, это понятно. То есть плод внутреннего диалога – это решение. Дальше. Дальше твуат сватав изба. Урожай своих уст он будет насыщаться. После этого человек почитал все эти сообщения. И он думает, так, как же ответить? Как ответить на это? Как ответить на это? Опять же, он покаместь, он рождает решения, рождает плоды. У него прям внутри такой урожай. У кого-то плоды идут такие, они какие-то такие серьезные плоды. У кого-то плоды другие. В общем, человек рождает все время решения плоды, 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 плоды. Но дальше он начинает создавать урожай. Урожай создается устами. Он начинает разговаривать с другими людьми. Он, например, выходит и говорит, доброе утро своим, ну там, каким-то близким. Да, доброе утро, прекрасно выглядишь сегодня, говорит он. И он включает, включает такую цепную реакцию. Дальше он говорит кому-то, да, вот я подумал, я тебе очень благодарен за вчерашнее, то, что ты для меня сделал. Я тебе очень благодарен. Слава Богу, пусть Бог тебе даст благословение и так далее. Теперь, а есть же такая, такая есть мудрость, да, в Торе, что та, та мера, которую человек меряет, отмеряет ему с неба. И когда он кого-то благословляет, когда он кому-то, кого-то благодарит, когда он кому-то делает добро, в этот момент он включает на небе на себя урожай. Теперь, и обратный вариант, он выходит и говорит, так, как меня все достали, ты тут сделал не так, здесь не так, тут не так, там не так. И опять же, начинается совершенно у него другой урожай. Понятно, да, идея? То есть, давайте еще раз повторим, 20-й отрывок. От плодов в рта человека насыщается его живот, то есть его мышление рождает те плоды, от которых зависит вся его жизнь. Теперь, от того, что он говорит другим людям, от этого зависит, будет ли он насыщаться урожаем или нет. Все, с этим понятно. Теперь, 21-й отрывок, он усиливает 20-й, он еще усиливает 20-й отрывок. Вот, и говорится в 21-м отрывке следующие слова. Говорит нам царь Соломон. Смерть и жизнь в руках языка. Представьте себе. Смерть и жизнь в руках языка. И тот, кто любит ее, сейчас мы узнаем, кого ее, будет есть плоды ее. Теперь, значит, в Торе, в Торе начинается Тора, Берешит, Барай, Лаким, это Шамам, Ва, это Арец. Вначале сотворил Бог небеса и все, что относится к духовности, да, то есть духовные миры. Ва, Арец. Земля и все, что относится к материальным мирам. Это было вот, Бог сотворил всю систему. Есть духовный мир, есть материальный мир, который проекция духовного. И человек, находясь в материальном мире, если он соединяется с Богом, соединяется с Богом через Тору, молитву, заповеди, добрые дела, значит, он переходит в духовный мир, к вечной жизни. То есть как Бог вечный и духовный мир, он без материи, то есть там нет вот этого энтропия, то есть там нет умирания, там нет смерти. Также человек, который соединился с духовностью через молитву, заповеди и веру в Бога, он переходит в жизнь. Теперь дальше вся Тора идет перечисление заповедей, правил поведения, устройства мира, как все работает и так далее. И в конце Бог говорит, вот я дал перед тобой жизнь и смерть, и выбери жизнь. То есть есть свобода выбора у человека, что выбрать? Выбрать жизнь или выбрать смерть? Теперь, а где этот выбор происходит? Этот выбор происходит в словах, в руках языка. Человек говорит, я верю, я верю в Бога, верю, что у меня есть вечная жизнь, буду делать заповеди, буду молиться, буду благодарить Бога. Это плод, который даст ему проросток вечную жизнь. Другой человек говорит, не, 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 я не верю, не верю, нет, 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 как это, как можно верить вообще? Это же понятно, что от обезьян люди произошли, это же понятно, кому понятно, чего тебе понятно. Но это плод, то есть один садит дерево, которое дает плоды, которые потенциально, даже потенциально, был когда-то ученый такой, по-моему, это был Блес Паскаль. И он говорит, смотрите, если взять, если взять чистую математику, то человек, который верит в Бога и верит в вечную жизнь, то он, его усилия, которые он прилагает в этом направлении, они умножаются на бесконечность. Теперь, что от него требуется? Он верит в эту возможность, и он не делает какие-то действия, а какие-то действия делает. То есть эта религиозная жизнь, она не такая уж сложная, вообще она не сложная. Теперь, человек, который не верит в это, да, он себя потенциально лишает вечности. Теперь, а что он выигрывает? Ничего, потому что разница в материальном мире между религиозным и нерелигиозным, она не такая большая, то есть она очень относительная. Интересно, мне очень нравится, очень нравится, есть такая мишна в Пертьяводе, в Пертьяводе есть такая мишна, которая звучит так. С того снимается ярмо Малхута, это власть, и ярмо Дерехеретс, забота о пропитании. То есть человек, он говорит, обычный человек, он всегда находится в ярме, в каком-то ярме. Он впрягается, кто-то от него что-то хочет, кто-то ему что-то говорит. И самое главное ярмо у человека, это его личные желания. То есть самое главное ярмо человека, вот это люди, они порабощены своими желаниями, своими эмоциями, своими настроениями. Люди порабощены, то что мы говорим, вот Шма Исраэль по утрам. Не блуждайте за своими сердцами и за своими глазами. Человек рад своих глаз. Он увидел, улетел. Услышал, улетел. Он сидит, что-то делает, звонок телефона, его дернули, забрали. То есть человек все время порабощен. Теперь тот, кто принимает на себя ярмо Торы, он говорит, а я хочу быть порабощенным только Богу. То есть меня в принципе, я хочу, если уже служить кому-то, да, то я хочу служить хозяину мира, создателю мира. Тому, кто мироздание сотворил. Кому еще служить? Кому? Мартитологам, рекламе, правительству, моде, футбольной команде быть болельщиком, да. Или кому служить-то, да. Семья тоже интересная вещь. Люди, например, посвящают себя кому-то, а потом этот кто-то берет, уходит, да, куда-то. И, значит, поэтому человек, который посвящает себя Тории служению Бога, он берет на себя ярмо. Это ярмо, понятно, любое служение это ярмо. Теперь, но с него снимаются все остальные тогда обязанности, потому что все тогда в его мышлении, в его жизни регламентировано Богом. Это как раз вторая часть 21-го отрывка. Давайте еще раз тогда его прочитаем. Мавет вэхаим, смерть и жизнь в руках языка. То есть вот это вот решение, решение человека, он кто, кто я, верю в Бога, не верю, как я отношусь, соблюдаю я заповеди, не соблюдаю, куда я двигаюсь. Это все плоды решения человека. Теперь вэ оа вэе, тот, кто любит Тору, то есть тот, кто любит то знание, которое соединяет с Богом, тот, кто любит то, что Бог сказал, что надо сделать, мир устроен вот так. Юхаль перья, он будет кушать плоды вот этого знания. Потому что все решения человек делает на базе информации, которую он получает. И получая одну и ту же информацию, дальше человек ее внутри проворачивает, переворачивает, делает выводы, находит какие-то глубокие смыслы, принимает с ней решения. То есть все, что есть в жизни у человека, это плоды его внутреннего диалога и его внутренней работы. Теперь на базе каких принципов ты решаешь? Вот это вопрос очень важный. И царь Соломон на него ответил в 21 отрывке, он сказал, вэ оа вэ, тот, кто любит Тору, юхаль перьё, он будет кушать ее плоды. Вот мы сегодня изучили два очень-очень важных, важных отрывка, которые объясняют, я думаю, они объясняют все в жизни каждого из нас. Внутренний диалог производит решения, все в жизни человека это плоды его решений. Внутренний диалог производит то, что называется урожай, то есть то, что приходит человеку со стороны, это следствие его решений, плюс его коммуникации с окружающими. И 21 отрывок, взаимоотношения с Богом, и вот это главное решение человека, или он верит в духовность, в духовную жизнь, в душу свою, в вечный мир, в Бога и так далее, или не верит, это даст ему плодами или жизнь, вечную жизнь, или смерть, смерть, которая, ну вот просто смерть и все. И для того, чтобы знать и принимать решения в духовной сфере, есть у нас Тора, кто ее любит, тот будет есть плоды Торы. Все, еще раз желаю Якову Шатадину сил, здоровья, счастья. Видите, как интересно, когда человек помогает другим людям получить духовность в пользу Тору, то есть есть такая, в Торе есть такое выражение, амаосе, гадолямаосе миосе, больше тот, кто помогает другим сделать действия по отношению к Богу, служения Богу, его заслуга больше, чем того, кто делает, потому что тот, кто помогает другим приблизиться к Богу, то есть он является вот тем катализатором, инициатором, и тем, кто помогает, его получается заслуга огромная. И мы видим по Якову Шатадину, что он прилагает уже несколько лет, много усилий для того, чтобы были преподаватели, чтобы Ваикра работала. Он много лет, это, ну немного уже, два года почти, он этим занимается, и мы видим, какая ему идет отдача, сколько благодарности, сколько благословений ему и его семье. Поэтому давайте брать пример Сиакова Шатадина, сделайте свои выводы и поделитесь тоже с другими людьми. Гадоль больше тот, кто помогает другим сделать, чем тот, кто делает, потому что тот, кто помогает другим, даже если он чуть сам остановился, другие-то продолжают делать, ему идет с неба огромная за это благодарность. Все, удачи, всего хорошего, до завтра, завтра с Божьей помощью, встречаемся в 10 утра. Пока, пока, счастливо.